всем привет это вторая часть видео такая невероятная чехия факты о чехии которых нет путеводителя первый факт права человека мы уже поднимали эту тему в первой части моего видео но я хочу вернуться снова к этой теме а значит здесь бездомным людям даны очень большие права так например однажды я стояла в торговом центре в очереди очередь была очень большая это был вечер после работы пятничный вечер это всегда напряженка в магазинах в чехии очередь была просто огромная была зима и пришел бездомный человек очень грязный весь в лохмотьях он вонял буквально в смысле на весь магазин то есть мы стояли от него в интервале 10 метров наверное не могли приблизиться вонь была просто просто совершенно невероятная в виду чего некоторые люди что для чехии нетипично тут никогда никто никому не делает замечания но все же некоторые люди начали возмущаться и говорить этому бездомному человеку чтобы он ушел этот бездомный человек весь в лохмотьях достал мобильный телефон и куда-то позвонил после чего буквально через пять минут наверное даже быстрее пришла какая-то девушка она сказала что она юрист организации по правам человека если сейчас мы немедленно все не оставим в покое этого бездомного человека нас осудит каждого кто стоит в этой очереди вот это вот случилось со мной единожды но я знаю что других людей тоже тоже были то есть не то что это случилось со мной это случилось на моих глазах вот после этого все просто конечно закрыли рот и все я знаю что что да такие вещи есть в чехии бездомным людям пока они тебя не трогают невозможно ничего сделать просто и даже сколько я раз слышала полиция невероятно приветливо разговаривает с ними в 99 процентах случаев потому что в противном случае организация по правам человека просто вступится за этого бездомного человека интересный факт чехи никогда закадрово не дублируют фильмы они всегда делают полный дубляж то есть полностью как бы накладывают чешский язык учитывая все звуки скрипы дверей шаги полностью накладывают заново фильм то есть невозможно услышать там английскую речь за кадром и ввиду того что такой грамотный дорогой дубляж происходит то когда в ролях в фильме называется напишется актер в сериале в фильме то называют чеха дублирующего его то есть реально в чешском любом фильме дублировано на чешский язык всегда вначале говорится в главных ролях и называются чехи дублирующие роли главные роли а вовсе не актеры которые снимались в фильме чехи все все зарубежные слова читают всегда по-чешски поэтому например шампунь понтин в чешских рекламах звучит как понтене потому что побуквенно он по-чешски читается как понтене также и например софтвер по чешски произносится софтвары это просто специфика чешского языка здесь всегда 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 все читается по-чешски и даже даже случалось мне слышать когда шампунь wash and go называли вас and go потому что по-чешски это добуквенно это читается именно так всем фамилиям в чехии если речь идет о женщинах и девушках прибавляется окончание ова вне зависимости от того из какой страны приехал этот человек например мария шарапова в чехии называется мария шарапова честное слово это это просто такое правило просто такое правило что то которое единственным образом дает чехам понять что речь идет именно о женщине а не мужчине точно так называются все актрисы в любых прессе в устной речи по телевидению актрисы певицы иностранные всегда прибавляется фамилия на конце ова поэтому здесь кристина агилера это кристина агилерова а николь кидман николь кидманова да это это просто нет никаких исключений и некоторые иностранки которые приезжают сюда отстаивают это просто чуть ли не в суде право оставить свою фамилию без добавления вот этого оба моя фамилия и так заканчивается нового поэтому я по принципу шараповой наверное бы была тоже с двумя ова потому что ова прибавляется всегда вне зависимости на то на что реально заканчивается ваша фамилия но чехи подумали что я это ова получила уже только в чехии поэтому мне повезло мне осталось только одного интересный факт то что в чехии нет подъездов даже если вы видите много подъездный дом это всегда каждый подъезд это отдельный дом с отдельным адресом не существует понятия подъездов корпусов или чего-то каждый подъезд является отдельным домом имеет свой адрес порядковые номера в чехии всегда ставятся с точкой всегда то есть если вы вы говорите это мой второй раз как я пришел сюда то после двойки ставится . и таким образом вы понимаете что речь идет о порядком числительном чехи очень щедры с точки зрения благотворительности потому она здесь просто процветает переводить деньги на благотворительность здесь является во первых чем-то престижным а во вторых нормой просто это делают фактически все люди в той или иной степени в какой позволяют их финансы люди побогаче просто наставляют себе на банковский счет инкасса где 10-15 организациям автоматически каждый месяц с их счета переводится деньги вот в связи с этим в чешском метро например или на остановках очень активно продаются всевозможные значки ленточки игрушечки созданные людьми инвалидами слепыми людьми детьми сиротами также всякие магнитики продаются которые собираются на приюты для животных и так далее это просто здесь совершенная норма ты приходишь метро и через каждый метр в будний день ты встречаешь человека представляющего ту или иную организацию которая собирает деньги то же самое делает гринпис то есть они вылавливают людей прямо на улице рассказывают им о своих новых программах рассказывают куда нужны деньги ты подписываешь контракт который по сути тебя ни к чему не обязывает но ты просто благодаря этому контракту так сказать попадаешь в их дата базу они как бы рассчитывают на твои деньги так делают практически все организации в чехии это норма поводу школьного образования в чехии возможно получить диплом без аттестата зрелости то есть здесь после девятого класса вы выбираете куда идти учиться или в гимназию или технику при этом техникума бывают двух видов то есть если вы пошли в гимназию то вы целите в университет там уровень образования выше если вы пошли в технику значит у вас цели две либо получить образование и аттестат зрелости в таком случае вы 4 года будете учиться либо получить просто образование и так в таком случае вы будете учиться три года но вы не получите аттестат зрелости и вы не сможете поступать в университет потом если то есть вы например можете выучиться на повара не имея аттестата зрелости то есть не закончив школу фактически уже получить образование работать дальше как повар и потом например на вечерних курсах вы можете закончить и уже получите и за стат зрелости на этом основании поступать в университет. Практически во всем центре Праги, который в большой степени занесен в ЮНЕСКО, как культурный памятник нельзя стеклить балконы, нельзя менять окна. Если окна совершенно разваленные, то вы можете написать заявление, вам разрешат поменять окно на точно такое же. Точно такое же, это значит окно 19 века, которое вы должны будете заказать из дерева просто, то есть стеклопакет поставить в историческое здание в центре Праги фактически нереально. Но все равно многих людей это совершенно не смущает, они активно покупают недвижимость в центре города, потому что это потрясающая романтика, потрясающая архитектура, эти квартиры очень большие, уютные, и у них очень богатая история. Оценки в чешской школе, они выстраиваются здесь наоборот. Единичка это самый высокий балл, двойка это когда-то наша четверка, тройка с тройкой совпадает, и четверка и пятерка в Чехии не ставятся, это самые низшие баллы. То есть фактически, если очень грубо сказать, здесь трехбальная система оценивания, где единичка самый высокий балл. Что мне очень нравится в Чехах, это то, что это люди абсолютно без понтов. Вы можете встретить очень богатого человека, например, нотариуса, который здесь зарабатывает отличные деньги. Наверное, они во всех странах мира зарабатывают отличные деньги, но в Чехии они зарабатывают просто супер-супер деньги. При этом нотариусом можно стать в очень молодом возрасте. Вы можете встретить нотариуса, и у него будет мобильник 10-летней давности, перемотанный скотчем, просто потому, что ему не нужен этот мобильник. Например, у него есть какой-то классный органайзер, или есть у него крутой ноутбук, куда он все записывает, и ему уже как бы дублирующие функции в другом аппарате не нужны. И он не ради каких понтов просто не станет покупать себе айфон, если этот айфон ему не нужен. Он просто совершенно не стыдясь, этот человек будет ходить с перемотанным скотчем, реально старейшим мобильником, который разваливается на части, и это просто здесь не является никакой проблемой, никто на тебя никогда в жизни не посмотрит косо. Точно так же и по одежде. По некоторым людям очень состоятельным в жизни никогда просто не скажешь, что это человек богатый. Но здесь это просто не имеет никакого значения, абсолютно. Достаточно того, чтобы ты был чистый. Если ты не чистый, на тебя будут смотреть не очень хорошо. В остальном то, как ты одет, в каком стиле, какая у тебя техника с собой, какая у тебя машина и какая у тебя квартира, просто не играет здесь никакого значения. Я просто чехов за это обожаю. Ходить босиком по Праге в Чехии совершенно не является зазорным. И мне тоже очень нравится такая внутренняя свобода. Я не могу сказать, что прямо здесь каждый второй или каждый пятый человек ходит босиком, но это довольно часто встречается. То есть люди, если им просто жарко или некомфортно, они совершенно спокойно разупаются, ходят по метро, ходят по городу. То есть мне вот эта внутренняя свобода очень-очень нравится. И если честно, так вот особо косо никто и не смотрит. Конечно, такая же свобода выражается в том, что чехи абсолютно спокойно сидят прямо на земле, где угодно. Если им нужно почитать книжку, они прямо посреди асфальта, где-то на какой-то площади просто садятся и читают книжку. Если долго ждать поезда в метро, они прямо в метро садятся на пол. Если там нет скамеек, бывает на некоторых пражских станциях нет скамеек, или их очень мало. И они заняты, люди просто садятся на пол и совершенно спокойно сидят. Опять-таки никому нет дела, никто на это не смотрит. Очень многие чехи, особенно молодые, покупают совершенно крохотные квартирки. Настолько крохотные, по 17 метров, например. Все потому, что в целом чехи, особенно живущие в больших городах, живут очень богатой социальной жизнью. И пребывание дома для них не представляет никакого интереса. Они проводят свое время в тренажерных залах, лазят по горам, в кафе, кинотеатры, концерты. То есть им квартира служит просто местом, где они могут переспать ночь. Поэтому у них часто дома нет как таковой кухни. Например, на кухне стоит малюсенький холодильничек и кофеварка. Все. Поэтому они совершенно спокойно относятся к тому, чтобы покупать крохотные квартиры. И для них это не имеет никакого значения. Когда они уже обзаводятся семьей, тогда для них это уже приобретает другой смысл. Они уже как бы переоценивают свою жизнь. Чешские люди просто офигенные спортсмены. Просто я не знаю. Я, конечно, не жила в других странах, но я общалась с людьми из других стран. И многие то же самое говорят о Нидерландах и Германии. Чехи такие же просто спортсмены. Я просто поражена этому бесконечный респект, бесконечное уважение. Это люди, которые просто каждые выходные, вне зависимости от того, как они устали, они просто ходят заниматься всевозможными спортами. Не говоря уже о том, что в течение недели они обязательно ходят в спортзал. По утрам, по вечерам они занимаются греблей. Просто всеми, какими только можно видами спорта заниматься на нашей реке, они просто это делают. На велосипедах катаются, в горы ходят. Просто вся жизнь это движение. Восторг. В Чехии очень большое значение имеет понятие личного пространства. Причем глобально. Например, в метро в час пик, что в Праге, в принципе, случается не очень часто. Этих час пиков буквально, может быть, два утром в будний день. Люди очень тяжело это переносят. То есть я уже привыкла за 8 лет. Я уже как бы тоже не могу находиться в вагоне, если в нем очень много людей. И вот Чехам я чувствую, как и мне, точно так же некомфортно. То есть когда людей, оказывается, в метро слишком много, здесь не принято стоять вплотную друг к другу. То есть даже люди в очереди никогда не стоят прямо к тебе в затылок, не дышат. Всегда огромная дистанция. И поэтому, оказываясь, например, в час пик в метро все жмутся как-то к стенам, чтобы только не задевать друг друга. Тут фактически мне за 8 лет в Чехии 3 раза, наверное, только на ногу наступили. И то легко, и все. То есть люди максимально стараются обходить друг друга, если они вынуждены где-то находиться в месте, где много людей. И это касается просто всех аспектов жизни. Мне это тоже очень сильно нравится. Это просто чехи никогда не будут лезть к тебе с какими-то неуместными вопросами, если чувствуют, что тебе это неприятно. Никогда. Просто какое бы любопытство их ни одолело, они просто никогда не будут. То есть если ты начал говорить о смерти каких-то близких людей и просто свернул, это человек никогда не полезет к тебе в душу, никогда не будет в этом копаться. То есть тут глобальное личное пространство имеет огромное значение. Чехи очень спокойно говорят о деньгах. То есть сказать Чеху свою зарплату не составляет никакого труда. Это совершенно здесь не скрывается. Чеха это просто реально мало знакомому человеку. Насколько я по своему опыту могу судить, то реально мало знакомому человеку. Очень часто я просто только что познакомившись с Чехами, они мне спокойно в разговоре тут же сообщали свою зарплату и спрашивали мою зарплату. То есть тут разговоры о деньгах не являются какими-то неуместными или неудобными. То есть люди совершенно спокойно спрашивают твою зарплату, и вот я в таких ситуациях, прежде чем у меня менталитет более очешился, я не знала, как реагировать, потому что в Беларуси, ну, это не принято просто, не принято говорить настолько открыто о деньгах, ты можешь это обсудить там со своими родственниками, ближайшими друзьями, и то я не особо помню, чтобы я, живя в Беларуси, знала зарплаты моих друзей, только, ну, наверное, самых-самых близких, но здесь это не является табу. Произношение названий стран в Чехии, это очень интересно, чешский язык вообще такой властный, он забирает иностранные слова и делает их чешскими по-своему, забирает фамилии и забирает страны. То есть, например, Россия по-чешски будет русско, Белоруссия белорусско, и практически все страны заканчиваются на О. Например, Австрия по-чешски будет раковско, Германия немецко, и очень многие страны, так, исключений мало, Италия, Англия будет без О. Нидерланды это низоземско, то есть нижняя земля, вот Черногория будет Черногора, вот это исключение. В остальном практически всегда, и все страны, особенно европейские, всегда говорятся с О, и иногда просто очень тяжело проследить вот эту вот историю возникновения слова. Например, Венгрия по-чешски будет Мадярску. И вот проследить историю вот этого возникновения названия, это каким-то образом имеет отношение к тому, что на венгерском языке как-то то ли на Магуар, то ли на Мадьяр, я не знаю, венгерского языка, похоже вот это название. От этого это в чешский перекинулось, потом прибавилось это О, и получилось Мадярску. То есть некоторые страны просто вообще никогда в жизни не догадаешься, о какой стране идет речь. Ну так, Дания, Дамску и так далее просто. Ну вот Украина исключение, Украина будет по-чешски Украина. Вот, в общем, вот так. В Чехии очень сложно купить зимнюю одежду и зимнюю обувь, потому что здесь мало того, что зимы не холодные, так еще и чехи невероятно закаленные люди. Они зимой совершенно спокойно ходят в кроссовках и даже не парятся зимней одеждой. Зимнюю одежду можно купить только в магазинах спортивных, которые предназначены для зимних видов спорта. Это одежда, вот, и там можно уже искать обувь. Но это будет просто по этой обуви, одежде очень видно, что это специфичная одежда для спорта. А вот так вот прямо приобрести теплую вещь здесь проблема. И если ты, например, когда мне предстояла поездка в Беларуси, и я знала, что там будет очень холодно, то мне реально здесь негде было купить настолько теплую одежду, которая бы соответствовала белорусским зимам. И даже куртка, которую я купила, и которая здесь считалась супер жаркой, и мне чехи говорили, о, ты, наверное, ее из Беларуси привезла, то есть я ее с трудом нашла, то мне все равно не было холодно в Беларуси. Сокращение чешских имен. Я приведу только два самых ярких примера. Например, Ян, это полное имя чешское мужское, сокращенно, ласкательно, сокращенно будет Гонза, что на три буквы длиннее, и совершенно непонятно, какое отношение имеет Ян к Гонзе. Возможно, этому есть какое-то историческое объяснение, я никогда это не узнавал, но это так. Точно так же, как, например, Йозеф, это полное имя, а ласкательное будет Пепа. Я знаю, что в испанском языке много таких вещей, когда вот таким образом имена переделываются до неузнавания, вот в чешском языке тоже такое есть. Очень интересный факт, то, что национальным блюдом в Чехии является говядина с кнедликами и вареньем, клюквенным вареньем, да. Первый раз, когда я это увидела, я была очень удивлена, я не понимала, как это есть. Вот теперь я покупаю растительные аналоги, например, такого блюда, где есть соевого мяса, делается аналог говядины и кнедлики, и к этому варенье, и мне это очень вкусно. А, еще горчичный соус к этому подается. В общем, ну, просто к этому надо привыкнуть, потому что это совершенно не типично для нас, смесь таких соленых вещей со сладким вареньем, но на самом деле это очень вкусно. Вот это на сегодня все факты, которые пришли мне в голову, я буду постепенно их еще собирать. Если вам видео понравилось, ставим пальцы вверх, просим третью часть моего видео. Ну, я буду собирать такие факты, и мне очень интересно знать что-то о ваших странах. Напишите мне, пожалуйста, даже если это Россия, Украина, какие-то братские республики с Белоруссией, потому что я все равно не знаю, как там заведено, какие такие особенности, поэтому какие-то такие факты мне будет очень интересно почитать. Присылайте мне, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Спасибо, пока!